Несмотря на то, что Буран взлетал только раз, но тот рывок, увеличение авторитета нашей страны, который я потом обнаружил, посетив целый ряд стран, он полностью себя оправдал. Субтитры создавал DimaTorzok Космоплан дважды обогнул Землю, провел в полете 205 минут и совершил посадку. Этот первый в мире автоматический полет, выполненный поистине с ювелирной точностью, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Знаете, этот сюжет получился у нас одновременно и радостным, и грустным. С одной стороны, программа «Энергия Буран» стала воплощением всех достижений советской науки и техники и являлась самой масштабной за всю историю советской космонавтики. А с другой, у Бурана оказалась сложная и трагическая судьба. Этот проект, по сути, невольно стал воплощением апогея советской эпохи и ее окончания. Но, как бы то ни было, Буран оставил ярчайший и незабываемый след в истории нашей страны. В честь 35-й годовщины его единственного полета в космос, команда орбитальных посиделок, а именно Вика и Денис, и сделали этот сюжет. Поехали! Идея многоразового использования космических кораблей появилась еще в конце 50-х, практически сразу после первых полетов в космос. Прогресс на месте не стоял, да и сами запуски многоразовых кораблей стали бы гораздо менее затратными по финансовым соображениям. Несколько конструкторских бюро разрабатывали крылатые аппараты классической самолетной схемы, способные подниматься на большие высоты и выходить в космос. Поэтому, говоря об Уране, невозможно не упомянуть и о его предшественнице, на тот момент засекреченной авиационно-космической системе, спираль. Одноместный истребитель, очень такой, ладно, как-то он сшит, вот он очень крепкий, вот даже по обводам, по фюзеляжам. Но кабина такая, в общем-то, была. У нас у 77-го кабина больше, чем у этой машины. История спирали началась в 1965 году. Разработка проекта велась в ОКБ «Микояна», а руководителем был назначен Глеб Евгеньевич Лозина-Лозинский. Основной целью программы было создание пилотируемого орбитального самолета для выполнения прикладных задач в космосе и обеспечения регулярных перевозок по маршруту «Земля-орбита-Земля». Первыми были сконструированы модели серии «Бор», а в 1974 году завершилась сборка первого построенного летного аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета, или сокращенно «Эпос», для исследований на дозвуковой скорости, который назвали изделие 105-11 или «Миг-105-11». За свою необычную форму он получил прозвище «Лапоть». Вот главная особенность этого самолета, что носовое затупление, если вот так вот посмотреть под косым взглядом, то это сегментное затупление наших обычных космических спускаемых аппаратов. Также было построено еще два – изделие 105-12 для испытаний на сверхзвуке и изделие 105-13 на гиперзвуке. В течение четырех лет шли испытания самолета-аналога 105-11. Был задействован самолет-бомбардировщик Ту-95 для подъема и сброса его с высоты. Начались полеты. Летчиком-испытателем был назначен авиаарт «Фастовец». Следующим этапом стала отработка посадки. Тяги двигателя хватало для пробежек по аэродрому, но для подъема на большую высоту было недостаточно. В люке стратегического бомбардировщика Ту-95 сделали вырез, где и поместили лапоть. Бомбардировщик набрал высоту 5 километров, сбросил свою ношу и диковинный аппарат полетел. Затем, растопырив свои лапки лыжи, зашел на посадку и приземлился на грунтовую полосу. Он успешно прошел серию дозвуковых летных испытаний и полностью подтвердил заявленные характеристики, но в итоге все сложилось не так, как планировалось. В 1976 году было организовано научно-производственное объединение «Молния», генеральным директором и главным конструктором которого также был назначен Глеб Лозинолозинский. В том же году было решено инициировать проектирование принципиально иного типа воздушно-космического самолета, и здесь речь шла уже именно об Уране. Как следствие, все работы по программе «Спираль» были постепенно прекращены, а проект закрыли. Самолет-аналог 105-11 в итоге нашел свое пристанище в музее ВВС Мунина, однако богатый опыт исследований помог при создании универсальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Так начиналась история Бурана. Проект действительно был амбициозным и революционным. В отечественной практике ракетно-космической техники не было аналогов по сложности равных Бурану. При создании планера и бортовых систем орбитального корабля был использован весь накопленный опыт отечественной промышленности в области разработок авиационной и космической техники. Более полутора тысяч трубопроводов, более двух с половиной тысяч сборок кабельной сети, около 15 тысяч электрических соединителей. А над осуществлением проекта трудилось около 1200 организаций и было задействовано более двух миллионов человек. «Возможности и тактико-технические характеристики Бурана определяются точностью информации от измерительных трактов. Система управления использует данные о 136 физических параметрах. Число информационных каналов с учетом резервирования достигает 380». Так что же из себя представлял этот самый проект? Многоразовая космическая система «Энергия Буран» состояла из ракеты-носителя сверхтяжелого класса и орбитального самолета. Ее особенность и, кстати, главное отличие от американского шаттла состояли в том, что ракета «Энергия» не только выводила корабль в космос, но и могла доставить на орбиту полезную нагрузку. Вторым отличием стала система автоматического управления, с помощью которой корабль мог выполнять весь полет и посадку без участия человека. «Помимо традиционных задач по управлению движением, необходимо было осуществить автоматическую посадку на аэродромную полосу шириной всего 84 метра. У «Бурана» далеко не лучшие аэродинамические характеристики. Не имея двигателей, он не может зайти на второй круг. Если учесть, что в авиации автоматическая посадка представлена отдельными эпизодами, то сложность задачи очевидна». Требования к кораблю были крайне высокими. Он должен выдерживать огромные температуры и не сгореть в атмосфере, а также уметь летать и садиться на аэродром. Для испытаний теплоизоляции в 1982 году в условиях космического полета была испытана масштабная летающая модель «Бор-4». Она сделала один виток и приземлилась в Индийском океане, где ее уже ждали для дальнейших исследований. Производство орбитальных кораблей осуществлялось на Тушинском машиностроительном заводе с 1980 года. К 1984 году был готов первый полномасштабный экземпляр. С завода они доставлялись водным транспортом в город Жуковский, а оттуда самолетом-транспортировщиком ВМТ «Атлант» на аэродром юбилейный космодрома Байконур. Днем первого испытательного полета самолета-аналога стало 10 ноября 1985 года. Для отработки аэродинамики и посадки был построен аналог «Бурана», а именно большой транспортный самолет «Второй», сокращенно БТС-02. Кстати, именно он несколько раз демонстрировался на авиасалонах «Макс». Но, по горькой иронии судьбы, в 2008 году этот самолет-аналог встал на вечный прикол в Музее техники в Шпраере в Германии. Но вернемся к нашей теме. На аэродроме реконструировали взлетно-посадочную полосу, длина которой составила около 5 километров, а ширина – 80 метров. Был организован отряд летчиков-испытателей, командиром которого стал опытнейший советский летчик-космонавт Игорь Волк, совершивший полет в космос в 1984 году. Именно его и Римас Астанкявичеса назначили на пробный полет БТС. Он прошел гладко и дал зеленый свет следующим. В общей сложности самолет-аналог поднимался в воздух 24 раза. Одновременно для перевозки компонентов ракет-носителя «Энергия» и космического корабля «Буран» проектировали и создавали самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия». Однако к моменту окончания строительства все необходимые перевозки уже были выполнены «Атлантом». В программе «Буран» Ан-225 поучаствовал, но только при перевозке «Бурана» на Парижский авиасалон в мае 1989 года и совершив несколько показательных полетов на Байконуре в 1991 году. В 1987 году была готова ракета-носитель «Энергия» и дата первого полета «Бурана» в автоматическом режиме становилась все ближе. Что же из себя представляет орбитальный корабль «Буран»? В его конструкции использовались алюминиевые сплавы, титан, сталь и другие материалы. В носовой части располагалась герметичная вставная кабина для двух-четырех членов экипажа и шести пассажиров, отсеки бортового оборудования и блок двигателя управления. Среднюю часть занимал грузовой отсек с манипуляторами для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажно-сборочных работ. Под грузовым отсеком находились агрегаты систем энергоснабжения и обеспечения температурного режима, а в холстовом отсеке устанавливались агрегаты двигательной установки, гидросистемы и топливные баки. Однако особого внимания заслуживает теплозащита от аэродинамического нагревания, которое достигало 1600 градусов по Цельсию. Она поистине уникальна. Например, один только Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов создал 39 принципиально новых материалов и 230 новейших технологий. Теплозащиту бурана составляли более 38 тысяч специальных плиток, созданных на основе особо чистых пустотелых кварцевых волокон. Для добычи такого материала было основано Южно-Кыштымское месторождение, где стали добывать суперчистый кварц. В зависимости от температур на поверхности бурана размещались черные и белые плитки, а для наиболее разогреваемых частей корабля был создан специальный материал «Гравимол». Это сокращенное название организаций его разработавших, а именно «НИИ Графит», «ВиАМ» и «НПО Молния». Каждая плитка крепилась на обшивке строго в своей точке. Более того, была продумана и возможность их починки прямо на орбите перед спуском на Землю. Так, к концу полета конструкция корабля нагревалась не более чем до 160 градусов по Цельсию. А после приземления бурана оказалось, что из 38 тысяч плиток от его корпуса отлетело всего шесть. Наконец, наступило 15 ноября 1988 года. Главными задачами первого полета были продолжение летной отработки ракета-носителя «Энергия» и проверка функционирования конструкции и бортовых систем орбитального корабля «Буран» на наиболее напряженных участках полета. А именно, выведение и спуск с орбиты. Из соображений безопасности первый испытательный полет в «Урана» был определен как беспилотный, с полной автоматизацией всех динамических операций, вплоть до рулежки по взлетно-посадочной полосе. В день старта неприятный сюрприз преподнесла погода. На Байконур шел циклон с порывами ветра до 20 метров в секунду. И началось обледенение ракета-носителя и корабля. Однако руководство все же приняло решение о запуске, при этом изменив направление посадки. Итак, «Буран» стартовал свой единственный полет точно по циклограмме. Команда «Контакт-подъема» прошла в 6 утра по московскому времени. Полет продолжался в 206 минут. Были пройдены следующие основные участки траектории. Выведение, до выведения, орбитальный полет, подготовка к спуску, торможение, спуск, предпосадочный маневр, полет по глиссаде, посадка, пробег, остановка. Весь полет проходил отлично. Но особенно удивителен был момент посадки, ведь за него волновались больше всего. Наблюдаешь ты сейчас лет? Да, пошла хорошо, идет мощно. Делай товару справа. Ничего не здесь, подожди. На высоте около 11 километров Буран, получивший с наземной станции информацию о погоде и месте посадки, неожиданно совершил резкий маневр и выполнил дополнительный вираж влево. В момент разворота корабль пропал из поля зрения, наземных средств наблюдения и даже связь на некоторое время прервалась. Ответственные лица предложили задействовать аварийную систему подрыва корабля, однако все же было принято решение подождать еще немного. И тут Буран совершил настоящее техническое чудо. Он появился вновь, доказав, что никакие Бураны и ветра ему не страшны. Бортовой компьютер просто отправил самолет на второй круг, чтобы погасить скорость. Буран зашел на посадку с северо-западного направления и благополучно сел с южного конца против ветра. Есть касание. Буран на земле. Ювелирная посадка. Всего в полутора метрах от осевой линии. Электроника корабля отработала идеально, еще раз доказав и свою уникальность, и гениальность всех тех людей, которые приняли участие в его создании. Близки и понятны восторженную отзывы нашей прессы. Положено начало к качественному новому этапу освоения космоса. Но и западные средства информации, особенно американские, по достоинству оценили блистательный полет Бурана. Представители НАСА заявили, что они снимают шляпу, отдавая должное ювелирной посадке Бурана. Печальный итог этого удивительного чуда техники знают все. СССР перестал существовать, и до программы Бурана уже никому не было дела. А в 2002 году дни корабля были сочтены. Он погиб под обвалом крыши ангара, где простаивал многие годы. Но мы бы не хотели заканчивать свой сюжет на такой грустной ноте. Мы помним о подвиге и огромном труде всех создателей Бурана и его прекрасно выполненном автоматическом полете. И мы верим, что когда-нибудь программа возродится, и новый Буран обязательно будет летать в космос и возвращаться обратно на Землю. Вот такую картину застали наши операторы. Инженеры, техники, министры, главные конструкторы, пилоты обнимались, поздравляли друг друга. Трудно представить, сколько шляп, фуражек, шапок унес сегодня ветер в степень. Но момент действительно исторический. Дорогие товарищи, это большая победа всего нашего народа. Это большая победа нашей техники, нашей науки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!